Даша Виноградова талантливая выпускница. Ее золотая медаль стала путевкой на Кремлевский бал в Москве. Конечно, хочется быть красивой на Кремлевском бале в Москве, но тем не менее я решила, что мой макияж сегодня будет легким, потому что выпускной это праздник детства и темным тонам, мне кажется, там не место. Кроме того, что Даша все годы в школе училась на отлично, чуть больше года назад у девочки обнаружился писательский талант, который отмечают тысячи людей. Сама Даша скромничает, хотя как настоящая девушка немного кокетничает. Я до сих пор не считаю, что у меня есть какой-то талант, хотя близкие мои друзья, родственники говорят, что у меня есть какая-то одаренность, но я всегда считаю, что нужно стремиться к совершенству. И свой талант, даже если он есть, его нужно развивать. Писать я начала совсем недавно, вот зимой был год моему блогу, сейчас уже получается чуть больше, и изначально у меня не было больших успехов, но вот уже сейчас у меня больше двух тысяч читателей. Ничего себе. И каждый юбилей, каждая маленькая дата для меня значит огромное значение, потому что эти люди читают меня, им это нравится, и значит, я занимаюсь этим не зря. И вот восторженным, счастливым, встречаем взглядом и Москву, столица ожидает нас с красивым и ярким, солнечным светом. Ну здравствуй, милая столица, с тобой я с нетерпением встречи жду, в кремлевский зал нас пригласили, и путь теперь я именно туда держу. Еще одна разносторонняя одаренная самарчанка Таисия Буракова увлекается восточной культурой и даже хочет выучить японский, китайский и корейский языки. Платье выбрала в соответствии с увлечением. Платье у меня в стиле японской уличной моды это лолита, я выбрала классическое платье, оно достаточно пышное, требует подъемника и смотрится достаточно оригинально, тем более, что оно единственное в своем роде, так как пошито было по собственной идее, вот, и шили мы все вместе очень долго, вот, и как бы к платью нужно было очень много аутфита подобрать. Перед выпускным балом в государственном кремлевском дворце даже самые умные и серьезные девочки становятся принцессами, которым так хочется выглядеть по-королевски. Но кроме приземленных мечтаний у них есть и те светлые высокие желания, которые и делают их особенными. Я с детства мечтала стать педагогом, я надеюсь, что у меня получится осуществить эту мечту и почему я выбрала эту профессию, потому что я хочу давать людям новые знания и мне кажется, что я смогу это сделать. Стихи, которые пишет Таисия еще пару лет назад были для нее смыслом жизни, видела себя романтической поэтессой. Раньше творчество играло огромную роль в моей жизни, то есть я серьезно хотела связать с этим свою будущую жизнь, а сейчас же это просто хобби, которое помогает мне выразить свои чувства, эмоции, какие-то жизненные порывы. И если в будущей жизни творчество и будет, то останется на этапе такого, на этапе хобби. Ребят, привет! Здравствуйте! Что делаете? Да вот в карты играем. А ты на выпускной-то не опоздаешь? Ёшкин кот! Илья Шепелев – один из немногих представителей сильного пола в самарской делегации выпускников. В этой кампании тем, что ты просто умный, никого не удивишь. Илья поразил всех выбором будущей профессии. Парень хочет стать военным хирургом. У меня спонтанно эта мечта возникла. Я все время увлекался медициной, хотел помогать другим людям. Я часто вот когда даже ездил на соревнования, оказывал всем помощь. Допустим, будут мелкие раны, царапины. Я подходил, обрабатывал. И после у меня вот как-то даже возникло желание уже это возвести в свою профессию, начать помогать людям и связать это дело как раз-таки вот с вооруженными силами. Сказать, что родители были в шоке, ничего не сказать. Но Илье удалось провести с ними воспитательную беседу. Им ничего не оставалось, как только смириться с выбором сына и отпустить поступать в Петербург. Профессию, которую ты выбрал, ты должен ею следовать, даже куда тебя отправят, в любую точку. Быть профессионалом, хорошим человеком и гражданином, чтобы не только родители, но и сам мог бы собой гордиться. Вот то, к чему стремится юноша. Смелость и упорство, желание помогать людям, спасать их, несмотря ни на что, даже если случай безнадежный, ты должен бороться всегда. Всем этим ребятам предстоит поступление, учеба в ВУЗе и взрослая жизнь. Трудная, но интересная.